Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору, Мишлей, притчи, притчи царя Соломона. Продолжаем их изучать углубленно с помощью великих мудрецов, комментаторов, которые нам открыли, можно сказать, глаза на то, что там написано. Хотел свои вторые глаза взять. Знаете, как индейцы называли очки? Вторые глаза. Вот, сейчас я их возьму. Вот, индейцы называли очки. Вторые глаза. А на иврите очки это мишкафаэм. Мишкафаэм от слова леаштиф, наверное, да, это ашкафа, это мировоззрение. Интересно, что иврит же, это же такой древний язык. И в то время же, вот, и он, так как им еще этим языком был сотворен мир, то иврит он передает как суть вещей. Он очень простой язык такой, да, очень простой. То есть, иврит, всего 22 буквы. 22 буквы, которыми как построен был мир. И очень он понятный. То есть, я, например, иврит выучил и понял, ну, как бы, вот его суть очень быстро. Он чисто математика, он такой очень прям простой. Да? И очки поэтому на иврите мишкафаэм. То есть, это то, что дает тебе возможность леаштиф, как бы, обозревать мир. Шакуф. Шакуф еще этот же корень, это прозрачный, делает мир прозрачным. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Сейчас мы находимся восьмая глава и четвертый отрывок. Первых три отрывка говорилось о том, как, как вообще мудрость божественная, да, как логика, помните? То есть, есть то, что ты получаешь от пророков Тора, потом то, что ты своей логикой пытаешься это делать, выводы, складывать из этого какие-то свои внутренние выводы, да, правила, выводы, смыслы. Дальше нам рассказал царь Салмон, что есть, что есть Тора такая, как глобальная, как дороги, да, жизненные дороги. Но если ты начинаешь смотреть, как сверху, на глобальные вот эти вот вещи в своей жизни, такие вот принципиально важные вещи в твоей жизни, ты начинаешь смотреть правильно, то и маленькие детальки, они тоже складываются правильно. То есть, если ты глобально выходишь на правильную дорогу, то и детально у тебя все хорошо. А если ты глобально, она неправильная, то даже если у тебя детальки какие-то будут правильные, но это как есть известная история, когда люди сквозь джунгли прорубали дорогу, и они классно рубили, у них все классно получалось. Только потом один залез на пальму и говорит, что парни, говорит, мы не в ту сторону рубим. И от того, что они классно и быстро рубили, а от этого они только удалялись от того места, куда им надо было попасть. И если человек глобально, он идет не в правильном направлении, то естественно, и то, что детально он идет быстро и хорошо, ему вообще не помогает. То есть, очень важно вот именно глобально разобраться, в какую сторону ты идешь. Все, и дальше третий был отрывок, что есть разные уровни понимания Торы, есть уровень Пшат, простой смысл, есть намек, есть Драж, это зашифрованное, есть Сод, это тайный смысл. Теперь дальше, да, всем шалом, всем шалом, доброе утро, всем, кто на правильной дороге изучения Торы, понятное дело, что это самая правильная дорога, то есть, человек не может делать, если он не знает, то есть, это как бы очевидно, да, что главное вначале увидеть, узнать, и потом ты можешь это сделать, если ты не знаешь, так как ты можешь делать. Теперь дальше, дальше, сейчас нам, мы подошли уже к четвертому отрывку, четвертый отрывок звучит так, четвертый отрывок звучит так, Значит, к вам люди, иш это человек, такой человек, как бы, иш это, ну вот, человек такой, прям, можно сказать, большими буквами крупными здесь написал. К вам, люди, взываю, говорит царь Соломон, веколи эльбнеадам, а голос мой к сыновьям человеческим. Значит, что здесь имеется ввиду? Молбим объясняет так, есть люди, как бы, разного масштаба, вот, говорят, там, у этого харизма, а у этого, типа, нет харизмы. Чем, что такое харизма? Харизма, если посмотреть в этипедии, это божественное присутствие. Почему-то говорят, вот, про одного есть харизма, у другого нет харизмы. Так вот, здесь написано, к вам люди взывают, то есть, вот этот вот божественный голос, как пророчество, да, его могут воспринять люди. То есть, когда человек поднялся уже на большой уровень, так, как бы, человека, да, он может услышать вот этот голос Бога. А есть бнеадам, бнеадам сыны человеческие, это, как бы, простые люди. К ним только можно голос мой, то есть, помните, мы до этого изучали, что взываю, это как идет от Бога, а голос мой, это идет от логики. Теперь есть люди, которые могут, то есть, один и тот же текст, но все воспринимают по-разному. Люди, это те люди, которые сумели себя и свое сердце подготовить к восприятию божественного. А сыновья человеческие, это те люди, у которых, у них там вожделение, страсти, там, они все такие, ну, как бы, забитые заботами, какими-то мелкими, все время, они озабочены какими-то такими небольшими своими деталями жизненными, все. И они не могут голос Бога услышать, да, то есть, это есть разница, в каком состоянии находится человек. И, как бы, есть в Торе, очень много вот на эту тему говорится, есть пробуждение сверху, а есть пробуждение снизу. И есть очень классная метафора, как это было. Когда Машерабену первый раз поднялся на гору Синай, то ему Бог, написано, что Бог ему дал скрижали, которые и скрижали Бог сделал, и буквы на них, Бог, в 10 заповедей Бог написал. Но когда Машерабену спустился с горы и увидел, что еврейский народ сделал золотого тельца, значит, и, то есть, они спустились с этой ступени, вот именно чистой божественности такой, они начали поклоняться чему-то осязаемому, то в этот момент он разбил эти скрижали, которые ему сделал Бог, и дальше он, значит, сделал из камня, он сделал новые скрижали, поднялся, а Бог уже на скрижалях написал ему эти заповеди, да, то есть, как голограмма такая. И это вот метафора, это метафора того, что, как бы, скрижали то, на чем Бог пишет, это восприятие человека, его отношения, его внимание, его понимание и так далее, это все делает сам человек, и то, как ты себя подготовишь, так оно на тебя и запишется. То есть, понятно, да, идея? Значит, взывать, Бог взывает только к тому, что написано «люди» большими буквами, когда человек себя подготовил, он победил свое вожделение, он победил свои эмоции, победил свой гнев, победил свою какую-то слабость и так далее, оп, он услышит голос Бога. А к остальным он взывает на человеческом языке какими-то небольшими такими, ну вот, уроками Тора Ицхака, образно. Теперь дальше, пять, пятый отрывок. И дальше идет этой мысли углубление, и он говорит, «Авину птаим арма, укселим авину лев». Он говорит, это он сейчас обращается к вот этим вот, к сынам человеческим, к простым людям. Он говорит, что простые люди делятся на две категории. Есть люди простые, называются наивные, птаим, то есть пти. Кто такой наивный? Наивный человек, как мы уже говорили, это человек, который видит во всем вот односложную такую как картинку, да. Вот ему сказали с телевизора, что погода будет хорошая. Он, значит, даже в окно не смотрит. Он идет, как ему сказали, так он и идет. То есть он не проверяет информацию, то есть он не вдумывается в эту информацию, он глубоко не мыслит. То есть ему сказали, вот прям реклама ему говорит, что все, значит, вот в этом месте стоит картошка на 100 кота, да. Все, он идет, покупает картошку. То есть он очень простой такой человек, это наивный. Ему что сказали, так он и верит. Там было, например, ему говорили, Советский Союз, дети в разных народах, мы мечту о мире живем. Вот он пел эту песню и так ее понимал. Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. Все, у него нет никаких, каких-то, ну вот глубинных мыслей, а правда ли это, а не правда ли это, а какие дети разных народов, в какой мечтой о мире мы живем. Он просто вот односложный. Потом ему сказали, что там с экрана сказали, вы знаете, вот это вроди на нас напали, там вражеское государство соседнее. Он берет автомат, идет убивать. Потом ему по телевизору сказали, что все, уже мир, уже это не вражеское государство. Он автомат опускает, опять берет флажки и кричит, дети разных народов, мы мечтой о мире живем. Это называется пяти, наивный. И такой человек наивный, так как большая часть мира, она не углубляется ни в духовность, ни во что, то к нему обращается царь Соломон и говорит, а вину птаим арма, поймите, говорит, наивные хитрости. Значит, вы поймите, что те люди, которые вами управляют, они в основном движимы жаждой денег, власти и все. То есть больше как бы ничего. И поймите вы, что когда вам говорят, что вот вам гречки в подарок, килограмм, и будет все хорошо, то просто хотят, чтобы вы проголосовали, а потом у вас заберут и гречку, и все. И те, кто вам дают гречку, они потом у вас заберут все за эту гречку. Ну, те люди, политики, имеется в виду. И он говорит, поймите наивные хитрости, то есть начните думать, начните изучать, начните включать свою голову, чтобы понять, как бы, суть вещей. И второе, он обращается к сынам человеческим, есть вторая, как бы, есть сложность, которая мешает человеку услышать голос Бога и с Богом соединиться. Это укселим, авину, лев. Кселим – это грешники по вожделению, то есть те грешники, которые грешат, потому что у них очень сильные вожделения. Поймите, сердца свои написано, авину, лев, поймите, как работает ваше сердце. То есть есть люди, уже вот эти вот грешники по вожделению, они умные, они знают. Да, есть Бог, но не может не быть. Ну, то есть если вдуматься, ну, не может такого быть, чтобы такая сложная система, как мироздание, работала без создателя и без того, чтобы кто-то этим всем управлял. Ну, не бывает такого. То есть, ну, нет такого, чтобы появилась вдруг бутылка воды, и ее никто не создал. Ну, нет, ее обязательно кто-то создал. Обязательно кто-то придумал эти буквочки, обязательно кто-то написал. То есть если есть что-то системное, то есть создатель системы. Не бывает по-другому. Теперь, значит, это как бы уже он не пыти, он уже не наивный. Он понимает, что есть создатель, есть хозяин мира, есть тот, кто миром управляет, есть законы. Теперь, ну, вот этот вот Ксиль, который, Ксиль это, который грешник по вожделению, он, ему хочется, есть запрещенное, ему хочется спать с тем, с тем нельзя спать, ему хочется делать то, что его сердце ему велит, да, его желания ему велят. Если нельзя, но хочется, то что, говорит он, значит, можно. Но Тора-то ему говорить нельзя, и тогда у него побеждает его сердце. Теперь к нему, к нему обращается царь Соломон и говорит, пойми, как работает твое желание. Просто разберись, то есть ты же умный человек, пойми, что желание ожирать приведет тебя к ожирению. Желание есть, мне подсказывают. Желание есть приведет тебя к ожирению, и желание есть запрещенную еду может привести к болезням, к физическим. Всем же это понятно. Понятно, но тем не менее в Америке ожирение это там самое распространенное, например, ну вот, явление. Все люди понимают, но они не могут справиться со своим сердцем. Потом человеку на душе плохо. Почему ему на душе плохо? Потому что он ест целыми днями, он работает целыми днями, он попал в систему, которая его просто перемалывает. И вот человек, который попал в эту систему общества потребления, которое его перемалывает, он в бывшем Советском Союзе принято пить алкоголь. То есть он пришел домой, выпил, оп, жизнь наладилась. И так день за днем, потом оп, и умер там 50-60 лет от каких-то сердечно-сосудистых заболеваний. В Америке он пошел к врачу, а врач такой сидит, ему говорит, знаете, вам надо антидепрессанты попить. Вот у вас что-то депрессия. И давай ему прописывать антидепрессанты. И в Америке вся Америка сидит на ожирении и антидепрессантах. И все улыбаются, потому что прекрасная жизнь. Ну, в Голливуде же улыбаются, посмотрите. Им все говорят, смотри, надо улыбаться, надо сделать белые зубы обязательно. Тебе нужно еще заработать тысяч 20 долларов на зубы, чтобы хорошо улыбаться. И он работает день и ночь, потом у него ожирение, он на антидепрессантах, но он не может уже не улыбаться. У него зубы как бы уже за 20 тысяч долларов вставлены, надо же улыбаться. И так сегодня живет весь мир. Потому что не читали, не читали пятый отрывок в 8 главе Мишли, притчи царя Соломона. А если читали, может быть не поняли, не вдумались. А если вдумались, то как раз здесь и сказал царь Соломон здесь. Те, которые вдумались, поймите, как работают сердца ваши. А сердце работает очень просто. Сердце работает так. Сердце это желание. Глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. Если у человека эта схема, она годами, она наработана как автомат, как конвейер, тогда все, этот человек, он робот, он конкретный биоробот. Глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. Тогда ему через соцсети, которые знают, куда он смотрит, и знают примерно уже на что он ставит лайки и так далее, ему подсказывают, оп, картиночку. Он такой, о, хочу. Еда там, или то, что он хочет и так далее. То есть мы все запрограммированы. Нам показывают картинки, глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. И мы все двигаемся по этим. Говорит царь Соломон, поймите сердца свои. Значит, тот, кто хочет, чтобы вами не управляли, нужно беречь свои глаза. Беречь свои глаза. А как беречь свои глаза? То есть нужно, опять же, куда смотреть? Можно изучать Тору. Человек же не может не смотреть вообще. Значит, нужно читать книги, изучать что-то. И природа. Природа, пожалуйста. Вышел на природу, смотришь цветочки, там птички поют и так далее. Все, отличная жизнь. И в этот момент, когда тебя не забивают вот этим артитологи тем, что они хотят тебе продать, в этот момент у тебя и открывается связь с Богом. Связь с Богом лучше всего проявляется на природе. Когда ты видишь, природа это творение Бога. И когда ты, птички поют, травка, ветерок, и ты такой наблюдаешь это, и ты внутри варишься не в мыслях, как мне стиральную машинку купить, какую же модель купить, Samsung или там Electrolux. И тут у тебя перед глазами ролики Samsung, ролики Electrolux. А они заплатили, чтобы каждый раз, когда ты заходишь в твою соцсеть, чтобы тебе показали. Если ты уже начал, один раз ты на сайт к ним зайдешь, они тебя зафиксировали, что ты зашел. И давай тебе все время показывать свою машинку. Все. Ты уже глаза видят, сердце хочет, рутиноди делает. То есть сердце у человека. Теперь дальше как сердце. У каждого из нас есть желание, и у тебя есть еще какое-то время возможность сделать это желание или не делать. И вот в этот момент у большинства людей вот эта мышца останавливать свое желание, она очень слабая. То есть первая мышца слабое управление желанием, потому что глаза человека мелькают вообще без его воли. Он туда, сюда, туда, сюда. Вот такие вот люди. А вторая мышца, когда ты уже захотел остановить это желание. Или наоборот, когда ты не хочешь, но ты знаешь, что это надо делать. Это надо сделать. То есть современные люди стали очень слабые. Они не заставляют себя. Они живут в комфорте. Они очень, очень, очень такие все на расслабоне. Как себя тренировать? Здесь есть простая вещь. Спорт. Например, обливание тоже ледяной водой, когда ты себя ставишь в условия, когда ты головой, интеллектом, приказываешь своим эмоциям подчиниться. То есть любой момент, когда ты управляешь своим сердцем, он делает эту мышцу управления сильнее. Понятно, да? То есть первое, беречь глава, не пробуждать желания. Это первое. Не пробуждать те желания, которые не нужны. Второе, натренировать мышцы управления собой, когда желания человека, они находятся под контролем его интеллекта и под контролем его надо. Есть надо, есть хочу. И когда ты умеешь свое хочу подчинить своему надо, тогда у тебя появляется возможность понять свое сердце и управлять своим сердцем. Управлять своими эмоциями. Вот то, что можно понять из сегодняшнего урока. И дальше уже цель Соломона. А потом вопрос, когда ты научился управлять своим сердцем, тогда возникает вопрос второй. А по каким правилам управлять? То есть по каким правилам я должен себя вести по жизни? И здесь у человека, опять же, есть выбор идеологии. Есть Тора, есть общество потребления. Все, третий нет идеологии. То есть или человек, он говорит, что духовное важнее, чем материальное. И материальное находится на службе у духовного, а духовное это то, что создал Бог. И есть не те правила, я подчиняю свою жизнь вот этой духовности. Или же я живу в обществе потребления, которое, ну тогда все понятно. То есть ты должен на каждом уровне, сколько у тебя есть денег, ты должен купить, то есть ты должен чувствовать недостаток, что тебе не хватает. У тебя есть машина? Значит тебе показывают машину лучше и говорят, кто вообще на этой машине ты ездишь? Вот на какой ездят крутые люди. Ты купил, тебе показывают, Вася, ты что, это не то. Это специально недавно я видел рейтинг автомобилей. Там типа самые удобные автомобили. И, ну такой, идут машины такие разных классов. И в конце такая на десяточке. А вот это Rolls-Royce, там, Phantom, да? Ну, конечно, это машина, это машина, которая в 10 раз превосходит все остальное. Но на ней может ездить не каждый. То есть, какую бы ты ни купил из первых девяти, относительно Rolls-Royce, ты все равно никто. И человек по этой лестнице, он все время, тот, кто идет по обществу потребления, он все время, ему пробуждается недостаток. И он все время бежит за следующей ступенькой. В духовном плане, это опять есть какой-то выбор, да? Или ты там какой-нибудь буддист, который хочет убежать от общества потребления, от этих желаний, но он хочет исчезнуть. Или ты религиозный именно по Торе, да? То есть, ты выполняешь, ты как бы не убегаешь от мира. Вот чем Тора отличается от буддизма? Ты от мира не убегаешь. Ты живешь интегрированный в мир, но ты мир переводишь к Богу. То есть, ты берешь этот мир и говоришь, я буду кушать, я буду работать, я буду делать, но все это с Божьей помощью, все это ради Всевышнего. И ты как бы интегрированный в этот мир, ты проходишь по этому сложному уровню игры. Конечно, легко быть расслабленным и не без вот этих вот эмоций, если ты сидишь один в пещере. На кого ты будешь злиться? На себя? А что злиться? Ты сам в пещеру пришел, как, ну вот, буддисты. Или там, ты сидишь, все, сидишь в медитации. Что тебя может выбить из эмоционального состояния? Ничего. То есть, быть буддистом легко. А вот быть религиозным, который живет и при этом бережет глаза, который подчиняет себя божественным заповедям, это сложнее. Хорошо, друзья. Все, значит, не будьте наивными, нам сказал царь Соломон, и поймите сердца свои, поймите свою эмоциональную сферу и управляйте ей. Все, на этом мы сегодняшнее занятие заканчиваем. Всем прекрасного, хорошего дня и выполняйте заповеди. Все, учим Тору, выполняем заповеди, все будет великолепно. Все, всем хорошего дня. Продолжение следует...